Светлану Викторовну Хохлову, будущие возможности парк-ингибирования при нарушении гомологичной рекомбинации. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, мы прекрасно видим, что парк-ингибиторы показали очень высокие результаты лечения у больных с наличием берсей и мутаций. Но эффективен данный препарат в других группах больных, и есть ли какие-то перспективы развития парк-ингибирования, либо других методов лечения, потому что не у всех групп больных есть эффект на парк-ингибиторы, и также развивается резистентность на данную группу препаратов. Мы сегодня уже видели эти картинки. Евгений Наумович нам хорошо рассказал о механизме репарации ДНК. Хочу лишь сказать о том, что как раз самые сложные механизмы разрушения ДНК восстанавливает гомологичная рекомбинация. И на самом деле это самый точный механизм восстановления нити ДНК. Итак, у нас в основном обладают генотоксичностью и вызывают такие крупные нарушения ДНК, которые восстанавливаются только тремя системами восстановления ДНК. Если посмотреть на механизм репарации, который происходит, тут я более подробно просто об этом остановлюсь, потому что мы далее поговорим о возможных эффектах парк-ингибирования при других нарушениях гомологичной рекомбинации. То при нарушении гомологичной рекомбинации, кроме известной нам мутации Берсей-1 и Берсей-2, присутствуют еще другие белки, как вы видите вот тут в стороне, которые тоже участвуют в системе гомологичной рекомбинации. Следовательно, если у нас имеются какие-то повреждения в этих белках, то тоже может нарушиться система гомологичной рекомбинации. Если у нас система гомологичной рекомбинации не работает, то есть существует дефицит данной системы, то вступает в силу первым делом это парк-белки через обходные пути. То есть первый у нас это обходной путь и микрогомологичное конечное присоединение, но при этом в варианте восстановления ДНК у нас происходит очень грубое достаточно рубцевание, рубцевание так называемого генома и в последующем, в принципе, такие грубые нарушения, они могут тоже приводить к всевозможным нарушениям в клеточной системе. И парк-белок, он в свою очередь блокирует другой негемологичный систему репарации. То есть так действует у нас парк-белки. И вот такой механизм микрогомологичного конечного присоединения можно заметить, почему он называется рубцевание генома, потому что теряется часть генетического материала. Если мы даем парк-ингибиторы при дефиците гемологичной рекомбинации, то вот можно посмотреть, что снижается или уничтожается совершенно методы обходного пути восстановления генома и начинает, уже проявляет активность метод негемологичного восстановления ДНК. А этот метод, он не требует как бы севстренскую кроматиду ДНК для синтеза генома и тоже восстанавливает нити с большим количеством ошибок, которые чаще приводят и очень часто приводят к смерти клетки. И на сегодня также известно понятие – это потери гетерозиготности. То есть мы говорили о том, что механизмы гемологичной рекомбинации, кроме мутации BRCA1 и BRCA2, бывает так называемой потери гетерозиготности, то есть изменения структуры. Их всего на сегодня известно или изучено 5, но наиболее активные или наиболее изученные – это дилеция потери гетерозиготности и увеличение копийности гена. То есть при нормальных даже белках BRCA, при нормальных других белках в системе клеточного цикла также активно участвует белок P53. Он, в общем-то, у нас активен за развитие рака яичника фактически у 90% больных. То мы видим, что если нарушаются потери гетерозиготности, то, в общем-то, тоже нарушаются функции данных белков. То есть это можно говорить о том, что в этой группе больных тоже будут эффективны блокаторы гомологичной рекомбинации. И действительно, на сегодня изучены вот другие механизмы потери гетерозиготности, уже составлены даже определенный такой счет или сумма баллов, когда высчитывается низкий и высокий уровень потери гетерозиготности, и уже при изучении части парпингибиторов, это вот нейропориба и рокопориба, уже есть данные о том, что при высоком уровне потери гетерозиготности данный препарат тоже очень показал высокую эффективность лечения, то есть очень хорошо работает по сравнению с той группой больных, у которых отмечается низкая потеря гетерозиготности. Итак, если мы сегодня говорим о парпингибировании, при наиболее неблагоприятной группе больных от сирозной аденокарциномы низкой степени злокачественности, у нас БРС-мутации герминальные и соматические встречаются у 20% больных, но всевозможные другие нарушения в белках гомологичной рекомбинации, так называемый в литературе БРК-подобный синдром, он отмечается фактически у 50% больных. То есть вот это как раз и часть потери гетерозиготности. То есть мы сегодня можем говорить, что парпингибиторы, они эффективны не только у больных с мутацией БРС, но и у больных с так называемым БРК-подобным синдромом, то есть у больных еще с потерями гетерозиготности в генах, которые участвуют в гомологичной рекомбинации. На сегодня известно несколько парпингибиторов, отличаются они своим связыванием с парпбелками, но пока непонятно, их отличие скажется на эффективности или на токсичности данной группы больных. Но, по крайней мере, в клинической практике мы видим во всех группах парпингибиторов эффективность лечения как у БРС-мутированных больных данные препараты показали, так и эффективность у БРК-негативных, либо с неизвестным статусом. То есть это говорит о том, что и при других нарушениях гомологичной рекомбинации данные препараты тоже работают, кроме мутации БРС. То же самое и продемонстрировано в исследовании 19-м, где были результаты выживаемости без прогрессирования у больных с отсутствием мутации БРС-1-2, и доказана эффективность данного препарата и у больных с диким типом. То есть, вероятно, там была группа больных как раз с нарушениями, так называемым БРК-подобным синдромом, то есть с нарушениями в системе гомологичной рекомбинации. Ещё одна проблема, которая возникает при лечении парпингибиторами, это возникновение резистентности. Резистентность может развиваться по разным путям. На сегодня известно несколько путей возникновения резистентности. Это как и восстановление гомологичной рекомбинации, то есть вторичная мутация БРС, а также нарушения в белках, которые отвечают за выброс препарата, и изменения в других системах репарации. Поэтому на сегодня разрабатываются комбинированные методики с парпингибиторами и другие методы воздействия на клеточный цикл клетки. То есть в системы, которые могут приводить при нормальной гомологичной рекомбинации в дефицит гомологичной рекомбинации. Разрабатываются методики, которые воздействуют на другие системы, которые отвечают за восстановление ДНК, о которых сейчас я расскажу. И, конечно же, на микроокружение, потому что уже доказано, что микроокружение тоже влияет на систему гомологичной рекомбинации. Эта картинка вам хорошо известна еще с курса биологии. Это клеточный цикл, который представляет собой фазу метоза. Далее фаза G1 – это когда у нас происходит подготовка к репликации. Сама репликация у нас происходит в S-фазе. И G2-фаза – это уже подготовка к фазе метоза. Это окончательные результаты. Если мы говорим о нормальной клетке, то в начале фазы G1 белок по 53, если он нормальный, он смотрит на ДНК. И если ДНК разрушена, то есть требуется ее восстановление, при этом прекращается клеточный цикл и привлекаются все репаративные системы. Если не удается восстановить ДНК, то в этой ситуации у нас клетка выходит, так называемый апоптос, то есть гибель клетки G0, так называемая. Но если у нас происходит мутация P53, которая при раке яичников, в общем-то, ответственна за 90% изникновения данной патологии, то в этом случае у нас теряется данный контроль. Вообще в клеточном цикле существует несколько так называемых контрольно-пропускных пунктов. То есть это пункты, например, G1, S, точка, которая, если есть невосстановленные нити ДНК, в этом случае она приостанавливается и привлекает все репаративные системы. Здесь присутствует ряд белков и АТМ, пар белки. Вторая точка такого пункта – это в эсфазе. Здесь у нас участвуют белки ВВ1. Они, если у нас ДНК не восстановилось после повреждения, то откладывается репликация, до восстановления репликации. Третий контрольно-пропускной пункт – это у нас G2M. Также здесь белки ВВ1, они просто откладывают метоз до восстановления нити ДНК. И вот на сегодня разрабатываются, конечно же, стратегии, которые направлены на блокирование белков в этих основных контрольно-пропускных пунктах. И поэтому после того, как мы проводим химиотерапию, которая приводит к нарушению ДНК, логично предположить или перспективными являются препараты, которые потом будут блокировать систему восстановления ДНК на различных уровнях. Так вот, на сегодня уже появились препараты и изучаются, которые блокируют один из самых активных белков, участвующих в клеточном цикле – это белок ВВ1. И если блокируется этот основной белок, то у нас, если ДНК на этих системах не восстанавливается, и самый последний контрольно-пропускной пункт, где можно восстановить разрушенную ДНК, не работает, то нереплицированная, невосстановленная ДНК у нас вступает в метоз, и происходит фактически методическая катастрофа. И на сегодня как раз вот эти комбинированные методы лечения, химиотерапия с блокаторами белков, которые блокируют репарацию ДНК, активно изучаются. Вот здесь представлены всевозможные механизмы, которые комбинируют вместе с ПАРП-ингибиторами, с препаратами платины, а также механизм, который предотвращает переход нормальной гомологичной рекомбинации, который стимулирует перехода из гомологичной рекомбинации в дефицит гомологичной, перевод в дефицит гомологичной рекомбинации. А и вот смотрите, какие препараты на сегодня изучаются вместе с ингибиторами ПАРП. Это как раз ингибиторы АТР белков, ВИВИ-1 белки и сосудистый фактор роста, потому что было доказано, что у больных с Берсей-мутациями гипоксия может снижать экспрессию Берсей-1. Препарат АСД-1775, это как раз блокатор ВИВИ-1, во второй фазе исследования показал эффективность в районе 43% и медиану выживаемости без прогрессирования 5-3 месяцев. И на сегодня проводится исследование в группе больных с наличием, конечно же, обязательно должно быть присутствие мутации по 53 с химиотерапией, изучение данного препарата. Он обязательно должен родиться во второй-пятый день после химиотерапии, но это понятно теперь, если посмотреть клеточный цикл лечения. И что получили по предварительным данным. И оказалось, что такая система блокирования данного белка вместе с химиотерапией демонстрирует достоверно лучшую выживаемость без прогрессирования. Также на сегодня уже имеются данные по комбинации парпоингибиторов с ингибиторами ангиогенеза, где выживаемость без прогрессирования при комбинированном лечении достоверно выше, чем одного парпоингибитора. Ну и геномная нестабильность также провоцирует иммуногенность. Это уже давно известный факт. И в нескольких исследованиях было показано, что берсей мутированные больные, они гиперэкспрессируют PD-1. То есть на сегодня также разрабатываются системы проведения совместных исследований иммунотерапии вместе с парпоингибиторами. Итак, на сегодня что можно сказать в отношении перспектив парпоингибиторами и перспектив воздействия на систему восстановления ДНК? Ну, парпоингибиторы на сегодня стали стандартом как монотерапии, так и монотерапии и изучаются уже в комбинации с другими препаратами. И на сегодня наиболее перспективными направлениями в лечении рака яичников как раз являются комбинированные подходы, то есть комбинации как нарушение препарата, который блокирует нарушение гомологичной рекомбинации, вместе с препаратами, которые будут блокировать и другие пути клеточного цикла, чтобы к приводящей гибели опухолевой клетки. Благодарю за внимание.